Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнор Жакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Из-за резкого повышения курса доллара цены на автомобили взлетели. Многие автосалоны уже изменили свои прайс-листы. Первый заместитель Акима Карагандинской области Асалбек Дюсибаев побывал с рабочей поездкой в городе Шахтинск. Карагандинские школьники вернулись с победой из Турции. Девять медалей привезли ученики 92-й гимназии с международной олимпиадой, которая прошла в Анталии. А во всем по порядку. Чиновника из Минфина Каната Турихожаева поймали на взятки. Глава выездной комиссии сейчас задержан. Общая сумма составляет 4,6 миллиона тенге. Теперь уже бывший председатель Республиканской выездной комиссии Министерства финансов РК и руководитель инспекции финансового контроля по Жамбылской области Канат Турихожаев в настоящее время находится в ИВС УВД города Караганды. Установлено, что круглую сумму осужденный получил от главного бухгалтера ГУ Управления физкультуры и спорта Карагандинской области за положительное решение вопроса по результатам проверки расходования бюджетных средств. Они просили 4 миллиона и плюс 3 комплекта спортивной формы. Потом решили, что форму они купят сами. Оценили эту форму в 600 тысяч и образовалась сумма 4 миллиона 600 тысяч. Из-за резкого повышения курса доллара цены на автомобили взлетели. Многие автосалоны уже изменили свои прайс-листы. Карагандинские автомобилисты хватаются за голову. Купить новые машины им теперь не светит. К тому же цены на техобслуживание заметно перевысили прошлогоднюю стоимость. Все подробности далее. В одном из авторынков Караганды мы решили взять блицопрос у автомобилистов. На вопрос, как на вас повлияло повышение курса иностранной валюты, все ответили по-разному. Никак совсем? Никак. Пока еще не понял. А вот как индивидуального предпринимателя повлияло, конечно. А что у вас? Ну мы занимаемся запчастями. Фирму подняли цены, все. Сказывается на этом, торговля падает. О покупке нового автомобиля некоторые карагандинцы уже и не мечтают. А другие ищут, где бы приобрести машину дешевле. Как не покупали, так и не покупают. Ну я хотел обменить вообще машину, другую. Бензин подорожал и хотел по объемам меньше. Цены на автомобили сразу стали меняться после повышения курса доллара. К примеру, стоимость машин поменяли дилеры Hyundai еще в минувший четверг на 6-8%. На 709 тысяч подорожал премиум плюс. Топовая комплектация внедорожника Sorento превысила свою стоимость на 1,7 миллиона в тенге. Растут цены на машины и на техуслуги. Как мы уже ранее сообщили, подготовка своего автомобиля к зиме влетает в копеечку. Бензин, шина, монтаж, налоги и даже обычная мойка теперь обходится недешево. Карагандинцы с ужасом ожидают следующего года. Они уверены, что цены будут еще выше. Амина Смакова, Жаслан Макулбеков, Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. К другим новостям. Первый заместитель Акима Карагандинской области Асылбек Дюсибаев побывал с рабочей поездкой в городе Шахтинск. Здесь он посетил несколько действующих предприятий и ознакомился с ходом работы индивидуального предпринимателя Матюхина. Его предприятие единственное в городе производит пенопласты и строительные материалы. В Шахтинском регионе предприятие Матюхина является единственным по производству строительных материалов и пенопласта. После приобретения в частную собственность производственных помещений, которые были в аварийном состоянии, в 2007 году Сергей принял решение восстановить их и заняться производством строительных материалов. В 2013 году для расширения текущего производства проект получил государственную поддержку в рамках программы развития моногородов. По сути, сейчас на Кочетав много поставляют. Кочетав, Петропавлов поставлял, на Куслана я поставлял. Ну, в основном, Куслана сейчас собирает. Экспо хорошо берут. Хорошие объемы заключили в контракт на экспо. А сырье у нас никто не делал? Нет, в Казахстане в октаву раньше делали, но у них качество, небольшой совсем объем они делали, и качество. Ну, старое оборудование было. Аслубик Дюсибаев посетил предприятие по производству колбасных изделий «Копченость Апрель-Кулагер». Мясокомбинат укомплектован европейским оборудованием. Колбасный цех оснащен современным высокопроизводительным комплексом, который обеспечивает качественную обработку сырья. За время своей деятельности здесь освоено производство свыше 100 видов колбас и копченостей. В цехах трудится 238 человек, и объем производства составляет больше 1000 тонн продукции в год. Работаем мы в направлении по Каргандинской области, по всей. Немного продаем в Астане, в Алмате продавали, но сейчас пока временно прекратили. Колбас производим порядка 100 наименований. Есть дорогие, есть дешевые, рассчитаны на покупателя, на возможных покупателей. В этом году мы завоевали в конкурсе «Халык Маркасы» первое место. Посетил Аслабек Тюсибаев также супермаркет «Ассорти». Магазин также получил поддержку в рамках программы «Развитие моногородов» на 2012-2020 годы. На сегодня супермаркет оснащен цехом по производству полуфабрикатов и кулинарии и соответствует современным стандартам и требованиям горожан. Благодаря реализации проекта было создано 52 новых рабочих мест. Следующим объектом посещения стало производство по изготовлению и ремонту горно-шахтного и металлургического оборудования «Хурлосмет». Деятельность завода обеспечивает потребности акционерного общества «Арселар Метал Тимиртау». Ремонт всей проходческой техники, используемой при добыче угля на шахтах, производится в основном только на этом заводе. На сегодняшний день предприятие широко известно только в Карагандинской области, но и далеко за ее пределами. На самом крупном является сейчас данное производство практически, ну я укроплю, 600 человек, 560 человек. По завершении посещения объекта первый заместитель Акима области провел совещание по итогам за 9 месяцев, где детально были рассмотрены проблемные вопросы, по решению которых дан ряд конкретных поручений. Гульза Атсахова, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал. Галвин. Херкюль. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. Хотите провести время в непринужденной обстановке в одном из лучших кафе-ресторанов в центре города? Тогда ваш выбор Серебро. У нас уютно и комфортно. Кафе-ресторан Серебро предоставляет три просторных VIP-зала, оснащенные бильярдом и караоке. У нас вкусная еда таджикской и европейской кухни. При этом цены приемлемы для каждого. Бизнес-ланч шашлыки от 600 тенге. В пятницу, субботу, воскресенье работает диджей. Приходи, потанцуем. Впереди Новый год. Корпоративные вечера. Кафе-ресторан Серебро будет рад видеть вас по адресу Нуркен Абдирова, 12. Школьники и студенты примерили на себя образ госслужащих. В этом им помогла акция «День молодежного самоуправления». Три дня участники принимали важные решения наряду с первыми руководителями, участвовали в совещаниях и предлагали свои идеи в целях улучшения города. На участие в акции подали заявки 86 человек. Из них лишь 17 прошли первый отборочный тур. А это 10 студентов вузов и 7 школьников. На первом этапе конкурсанты представляли свое эссе. В течение трех дней Тамерлан Аманбеков, ученик 11 класса, принимал значительное участие в жизни Акимата. Конкурсанту выпала возможность на один день стать ассистентом заместителя Акима города. Ему всего 17 лет, но в нем виден большой потенциал руководителя. «В течение полного рабочего дня с 9 до 6 мы работали и в конце презентовали свои доклады. Доклады презентовали заместителям Акима, в ходе которых они отобрали 4 лучших. В их числе, конечно, попал и я. Отобрали и в следующий рабочий день мы уже работали непосредственно с заместителем Акима города. Также работали, варились в их котле, смотрели их работу, участвовали в их совещаниях, переговорах, мероприятиях, присутствовали на всех мероприятиях. И в конце уже этого рабочего дня мы также презентовали доклад о своей работе, и в ходе которого один финалист прошел непосредственно на, грубо говоря, стажировку к Акиму нашего города». Акция «День молодежного самоправления» проводится уже второй год. В Большом зале заседания сегодня подвели итоги работы участников. Нурлана Убакиров подчеркнул главные достоинства каждого из конкурсантов и дал на путьстве. На удивление, школьники проявили себя более чем активно, испытали большой интерес к каждому порученному им делу. Четырем полуфиналистам, которые работали с заместителями Акима города, предоставляется отдельная характеристика. То есть, чем они занимались, какие у них личные качества, профессиональные качества они имеют. И в будущем, я думаю, это станет хорошим подспорьем в трудоустройстве, если человек приходит на работу и уже в школьные годы имеет такую хорошую рекомендацию от руководителя города. Юных участников акции наградили почетными дипломами, рекомендательными письмами и бесценным багажом знаний. Диана Рамазанова, Ужас Габазов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. По осени считают. Депутатская фракция партии Нур-Отан при городском Маслихате накануне отчиталась о своей работе за 10 месяцев. О том, как сосчитали депутатское с партийным, слушала и наша съемочная группа. 15 заседаний с начала года успели к этому дню провести депутаты фракции партии Нур-Отан при Карагандинском городском Маслихате. На собраниях в рамках своих полномочий и в порядке контроля они рассматривали самые важные вопросы, которые касаются горожан. Это социально-экономическое развитие города, в том числе исполнение бюджета Караганды, выполнение бюджетных программ и другие актуальные аспекты жизнедеятельности шахтерской столицы. По всем вопросам депутаты давали свои рекомендации ответственным структурам. Было рекомендовано ГУ, отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог в городе Караганды принять меры по безусловному выполнению автоперевозчиками пунктов договоров касательно обеспечения пассажирских перевозок в городе, нормализации GPS-мониторинга движения общественного транспорта, продолжить контроль по внедрению видеорегистраторов в салонах общественного пассажирского транспорта, заключению трудовых договоров автопредприятиями со всеми водителями и коммунторами в стиле повышения дисциплины и ответственности за перевозку пассажиров. За 10 месяцев депутаты выслушали доклады чиновников и акимов о проделанной работе, принятых мерах и планах, ездили в детские сады и школы, чтобы посмотреть, все ли там в порядке и как обстоят дела с очередностью дошколят. Посещали дворовые клубы, наблюдали за ремонтами дорог и реконструкцией сетей, ездили к услугодателям, да и во время отопительного сезона и следили за тем, как благоустраивает Караганду. В связи с чем у депутатов и по этому вопросу были свои соображения, а еще депутаты городского маслехата принимают активное участие в благотворительных акциях. В рамках республиканской акции «Арда Галерда Ардартая» членов фракции для всех ветеранов и участников Великой Отечественной войны в своих избирательных округах организовали праздничные торжества и поздравления. К Международному дню пожилого человека членами фракции партии были поздравлены 20 жителей города почтенного возраста, которым вручена бытовая техника и продуктовые наборы. Этот проект также был осуществлен в рамках республиканской акции «Арда Галерда Ардартая». Очень много людей приходят на приемы к депутатам по самым разным вопросам. Чем могут депутаты помогают горожанам? Также народные избранники беспокоятся о том, чем занимается карагандинская молодежь и как молодые граждане осваивают профессии. Члены ППУ, депутаты, члены фракции «Нуратан» городского Маслехата регулярно проводят встречи с молодежью, где рассматриваются вопросы правового воспитания, профориентации и других проектов. На одной из сейсий Маслехата были утверждены новые формы вывоза мусора. И сейчас в рамках проекта «Айк-интариф» депутаты-партийцы проводят подготовку к утверждению на сейсии тарифа на вывоз и утилизацию коммунальных откодов. А с 1 ноября депутаты начали рассматривать проекты бюджетов и приступили к подготовке утверждений на очередной сессии бюджета города Караганды на 2016-2018 годы. Гульза Ацахова, Исламбик Успан, Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. Спит, не спит. Около 4 тысяч долларов в год уходит на лечение зараженного ВИЧ-инфекцией. Медики считают, что люди к этой страшной болезни относятся легкомысленно. Для информирования населения с 10 ноября по 10 декабря пройдет всемирная акция, посвященная Дню борьбы со СПИДом. Население не понимает, что ВИЧ-инфекция – это социальная проблема и коснуться она может любого, кто пренебрегает советами врачей. В Карагандинском областном центре по профилактике СПИДа об этой проблеме говорят уже более 20 лет. Однако это дает минимальный результат, так как страшный непобедимый вирус набирает обороты. По области в месяц регистрируется более 10 заражений ВИЧ-инфекцией. Когда количество, к сожалению, в случае ВИЧ-инфекции растет и количество умерших, то же самое, пропорционально, так сказать, к количеству роста остается неизменным. Почему неизменным? Потому что не все люди обращаются вовремя. И мы сегодня говорили о том, что лечение нужно начинать как можно в ранние сроки, так как это делается в других странах. По количеству заболеваемости ВИЧ-инфекцией на первом месте также остается город Тимиртау. В области среди детей и подростков наблюдается снижение заражений. За 10 месяцев больных с ПИДом зарегистрировано 36 случаев. По сравнению с прошлым годом, количество зараженных на 4 человека больше. В Карагандинском регионе зарегистрировано более 4 тысяч ВИЧ-инфицированных и около 800 больных с ПИДом. Сейчас задача нашего здравоохранения еще в целом всего мира в том, чтобы человека на раннем этапе выявить и продолжить провести человеку жизнь. Вот из опыта, как Николай Павлович сказал, что у нас есть люди, которые выявлены в 97-98 годах, в частности по городу Тимиртау, на сегодняшний день принимают с 2005 года антиретровирусную терапию, живы, создали семьи. Для информирования населения в течение месяца будут проходить профилактические мероприятия-тренинги, флешмобы, день открытых дверей с бесплатным экспресс-тестированием на ВИЧ-инфекцию. 4 декабря во Дворце культуры Горняков состоится откровенный разговор с людьми, живущими с ВИЧ. Изюминкой акции станет информационное маршрутное такси. Жители города смогут бесплатно доехать до места назначения, отвечая на вопросы викторины. Ряд мероприятий пройдет и в городах-спутниках. Диана Армазанова, Лариса Хусейнова, Толеген Рашитов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. К другим новостям. Карагандинцы сегодня смогли прикоснуться к миру прекрасного. Чтобы воспринимать культурные ценности, необходимо знать их происхождение. Именно за этой ключевой фразой скрылся смысл всего мероприятия. Гости могли вдоволь насладиться произведениями великих в исполнении юных талантов шахтерской столицы. На мероприятии собрались горожане, кому действительно захотелось побывать в мире поэзии и литературы. Говорили об именах великих, которые вошли в историю искусства Казахстана. Вечер проходил в весьма необычном формате дайджеста, то есть обозрения. Все выступления были представлены в сопровождении ярких номеров. О Бабае, о Маде. Маде исполнилось 135 лет со дня рождения. 60-летие композитора Мильниковой Людмилы Евгеньевны. Вы все ее знаете. Она профессиональный композитор. Она работает с детьми, она пишет нотные сборники. Может быть, даже она одна из первых, кто начала музыку свою перекладывать на ноты для детей. Это Шаканбаев Абельтай Шаканович, известный дирижер, главный дирижер оркестра народных инструментов нашего города. Ему 60 лет исполнилось. Побывали на мероприятии учащиеся Карагандинского колледжа искусств имени Татимбета и студенты гуманитарного колледжа Караганды. Здесь можно было встретить современников искусства. Были и давние друзья библиотеки, обогатившие нотный фонд альбомами уникального свойства. Среди приглашенных присутствовала Тельма Федоренко, заслуженная актриса театра имени Константина Сергеевича Станиславского. Артистка проработала в театре более 50 лет. За хрупкими плечами женщины стоит множество выступлений. На вечер Тельма Александровна прочла стихотворение, посвященное труду актера. Я давнешняя читательница этой библиотеки. Всю жизнь я хожу сюда в библиотеку, читала очень много. Я постоянно у них в мероприятиях принимаю участие. И рада очень, что два слова могу сказать о своем театре, который люблю безумно. Это интеллектуальный праздник искусства и истории Караганды. В произведениях прослеживаются самые интересные исторические моменты региона. К примеру, немало известный казахстанский композитор Людмила Мельникова представила публике радугу музыкальных жанров, а также веселые нотки, адресованные детям. Всего произведений у Людмилы насчитывается около 400. И все они в совершенно разных репертуарах. Сегодня я пришла с вами воспитанниками. Бартибаев Максат будет помогать мне в исполнении песни о Караганде. Мы композиторы Карагандинской области Караганды, создатели этих песен, которые воспевают наш народ, труд, нашу историю. Кто лучше напишет о Караганде, чем карагандинские композиторы? Нет, конечно же, потому что мы любим свой город и вкладываем свою душу и сердце в эту музыку, в эти слова и песни, и звуки. В ходе встречи прозвучали ряд знатных имен, специально подготовленные слайд-презентации. Колоритом настоящего литературного вечера послужила выставка книг под названием «Творчество национального духа». Книги раскрывают часть библиографии юбиляров. В завершении встречи всех наградили благодарственными письмами. Карагандинские школьники вернулись с победой из Турции. Девять медалей привезли ученики 92-й гимназии с Международной олимпиадой, которая прошла в Анталии. Коллектив учебного заведения встретил победителей бурно. На радостные встречи побывала и наша съемочная группа. Школьники с гордостью шагнули в школу. На груди девяти из них красуются медали. У некоторых их по две-три. Ученик 4-го А-класса Бакыт Мамонов из числа награжденных. Десятилетний мальчик, обладатель второго места по математике и третьего места по английскому языку. Юный участник олимпиады отмечает, что задания были немного сложнее, чем он ожидал. Я благодарен родителям, которые переживали за меня, и учителям, которые вложили в меня знания. В будущем хочу испытать свои силы еще раз и добиться абсолютной победы. Девятиклассница Баглан Жакбаева очень серьезно готовилась к Олимпиаде около двух недель. В ее копилке серебряная медаль по химии и бронзовая по русскому языку и литературе. Школьнице до первого места не хватило буквально нескольких баллов, но она не расстраивается. Я хочу отблагодарить своих учителей и родителей, что они мне помогали и поддерживали меня. Или после девятого? До одиннадцатого учусь. Потом, наверное, фармацевтически поступлю. Ученик четвертого класса Ирхан Санцезбай участвует в этой Олимпиаде с первого класса. Он занял третье место по математике, а десятилетняя Мольдера Ульхан привезла с собой серебро по рисованию. Такие достижения не смогли оставить равнодушными ни учителей, ни родителей. Детей встречали с цветами прямо у порога школы. Победа в Международной Олимпиаде – это огромное достижение для нашей гимназии. Отрадно, что в Анталии, на турецкой земле, вы прославили нашу страну и подняли наш флаг. Поздравляем! Родители тоже не смогли скрыть радость. Они высказывали благодарность учителям и обнимали своих детей. Спасибо педагогам за отличные знания и воспитание, которые вы даёте ученикам. Мы гордимся, что учимся в этой гимназии. К слову, участие в Международной Олимпиаде – не дешёвое удовольствие. Родителям пришлось раскошелиться почти на 400 тысяч тенге. Помогали собрать учеников дорогу всей гимназией, делятся педагоги. Однако эти труды окупились. Среди призовых мест есть и первые. В планах гимназии – продолжать эту практику и дальше. Аймамлина Исламбекоспан Арман Нартаев – первый карагандинский. И ещё об одном. В шахтёрской столице впервые стартовал турнир по национальной игре «Тогус Кумалах». Его участниками стали ученики из 10 школ. Интеллектуальная игра объединила школьников всех возрастов. Победители получат денежные призы. Шугла Нурбол играет в «Тогус Кумалах» три года. Она – победитель внутри школьных состязаний. С тех пор, как я начала увлекаться этой игрой, память заметно улучшилась, говорит девочка. Школьница верит в свою победу. Я хочу победить в этом состязании. Хочу, чтобы мной гордились учителя. Желаю всем удачи, а себе победы. Сегодня свои логические способности демонстрируют 40 школьников. Ребята от 7 до 14 лет с увлечением перебирают 162 шарика и отправляют их в 18 игровых и две накопительные лунки. Игра улучшает математическое мышление и воспитывает выдержку. Партия может продолжаться до пяти часов. Все участники очень сосредоточены. В ходе игры соперникам приходится использовать все четыре основных математических действия. Игра строится не только на скорости подсчета, но и на тактике. Игра «Тугас Кумалак» пока не так популярна среди молодежи, как шахматы или бильярд. Мы хотим увлечь ею как можно больше школьников. Спасибо спонсорам за призы и мотивацию детей. Спонсором данного турнира стала молочная фабрика «Натиже». Руководство компании заботится о продвижении национальной игры с столь богатой 400-летней историей. Поэтому призы для победителей достойные, говорят сотрудники «Натиже». В будущем мы будем проводить такие турниры в более широком масштабе. Также планируем увеличить призовой фонд. За первое место победители получат 50 тысяч, за второе – 25 и за третье – 15 тысяч тенге. Со слов организаторов, в будущем турнир будет проводиться на областном уровне, а победители получат путевки для участия в республиканском соревновании. Аймамрина Олжас, Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова